Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, тучи сгущаются, борьба идет изо всех сил. Я понимаю, я понимаю, что все мы, все, кто родился там в Советском Союзе, кто даже ходил в советский детский садик, мы все травмированы или инфекцированы, как хотите называйте, что мы хотим верить в светлое будущее, в победу коммунизма. Но когда-то вот эта вера, что нас ведут в душ после тяжелых переездов и гетто и всего остального, верить в это, ну я думаю уже, ну это болезнь какая-то. Это болезнь какая-то, почему-то так больше всего распространяется, ни на какую страну, как на Украину, к сожалению, к этой многострадальной Украине с таким героическим народом. И в то же время какие-то... Не могу этого объяснить, не могу словами этого объяснить, ну и не могу больше наблюдать за убийством целой нации, в которой участвуют люди, которые себя называют патриотом и этой же нации, я не патриот Украины, я не украинец, присяги не давал, ну послушайте, послушайте Андрея Николаевича Ларионова, ну показывает же уже все, ну соединить 2 плюс 2, что это не душ, это душегубка, не надо туда идти, сопротивляйтесь, бегите, боритесь, ну почему вы их слушаете и идете в эту душегубку, идете думая, что вы сейчас примете душ, вам дадут чистую одежду, накормят и поселят в комфортные бараки, этого не будет, этого не будет, пожалуйста послушайте. Духом не падаем, держим строй и продолжаем борьбу, уже развязка близко, теперь все зависит от нас, все зависит от нас, будет в Америке стабильность, будет Америка сильная, будет и порядок в мире. Капитан Юра, over and out. Смотрите и слушайте Андрея Николаевича Ларионова. Провал большой диверсии. Сегодня 30 сентября, вы на канале Андрея Ларионова. Последние несколько недель продемонстрировали нам целый ряд событий, какие взятые совместно, показывают нам признаки проведения двух заметных диверсий, проводившихся с отменной изощренностью, последовательностью, изворотливостью и энергией. Теперь, когда обе эти диверсии подошли, по крайней мере, к промежуточному результату, можно констатировать, что одна из них завершилась явным успехом, а другая, возможно, почти случайно, чуть ли не благодаря Божьему проведению, провалилась. Итак, основные события начались, судя по всему, 27 августа в Киеве на форуме «Украина-24. Независимость». Выступая на нем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовлен план победы Украины. Хотя детали плана не были раскрыты сразу, но затем, постепенно, благодаря утечкам, появились контуры этого плана. В нем есть четыре основные части. Военная, экономическая, политическая, дипломатическая и, судя по всему, еще одна пятая секретная. Возможно, есть еще какие-то. В военную часть плана вошло требование, просьба к союзникам и партнерам предоставить дополнительную военную помощь Украине, а также получение разрешения на использование дальнобойных ракет по военным объектам на территории России. В экономическую часть плана вошли предложения по массированному увеличению инвестиций в производственные мощности на территории Украины по производству вооружений. Политическая часть плана требует членства Украины в НАТО. Дипломатическая часть предлагает осуществить давление со стороны стран, так называемого, глобального юга на Россию, для того, чтобы заставить ее прийти к миру. Кроме того, план предусматривает использование освобожденных районов Курской области в качестве очевидного актива, который может распоряжаться Украина. Зеленский заявил тогда же и потом неоднократно повторял, что план победы он собирается представить и Байдену, и Харрис, и Трампу в сентябре, когда окажутся в Вашингтоне и в Соединенных Штатах Америки по случаю участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций. Получив информацию о плане победы Зеленского, назовем так сказать, в Вашингтонском обкоме, случилась паника. Администрация Байдена Харрис обнаружила в плане победы Зеленского как минимум две проблемы для себя. Одну проблему, назовем так, очень серьезную, а вторую проблему стратегическую. И, следовательно, надо было что-то с этими проблемами делать. Очень серьезной проблемой плана стала просьба, требование, мольба Украины по получению разрешения на применение дальнобойных ракет по воевьенным объектам на территории России. Для прояснения и понимания исключительного значения этого вопроса лучше всего имеет смысл обратиться к статье двухлетней давности двух выдающихся военных авторов генералов нашего времени, генералов Залужного и Забродского. 7 сентября 1922 года они опубликовали статью «Перспективы военной кампании» 1923 года. Центром обсуждения в этой статье стал вопрос о так называемом «Центром тяжести в войне». Напомню несколько важных цитат из этой статьи. Итак, цитирую генералов. Нам необходимо вернуться к определению центра тяжести для России в этой войне. Только эффективное влияние на центр тяжести противника может привести к изменениям в ходе войны. Мы снова вынуждены вернуться к определению центра тяжести сил противника. Оставим в стороне правоверность привязки понятия «центр тяжести» к определенной местности или региону. Предлагается иной подход в привязке к определению центра тяжести российских сил и самой сущности этой войны. Главной особенностью военного противостояния с вооруженными силами России является несущественная разница в численности сил и средств в сторон в пользу россиян, а также незначительные пространственные показатели стратегической операции против Украины. Определяющей является решающая диспропорция в способностях. Наиболее показательным ее воплощением является разница в предельной дальности средств поражения. Для ВСР она составляет до 2000 километров, для ВСУ она фактически ограничена 100 километрами. То есть дальность средств поражения ВСУ почти в 20 раз меньше, чем то, что имеет противник. ВСУ могут носить удары в лучшем случае лишь на глубину оперативного тыла противника, а противник способен безнаказанно наносить точечные удары по целям на всю глубину территории страны. Именно этот факт должен рассматриваться как центр тяжести вооруженных сил России с военной точки зрения. Пока такое положение сохраняется, эта война может занять годы. Необходимо обсуждать вопросы создания и наращивания возможностей, а не только количества вооружения. Только в этом случае можно добиться влияния на реальный центр тяжести России в этой войне. Он заключается в ее удаленном, в понимании большинства россиян, характере. Дело заключается именно в ощущении безнаказанности, обеспечиваем физической удаленностью агрессора. В этом и состоит действительный центр тяжести противника. Конец цитат. Переводя на общепонятный и менее академический язык слова генералов, мы получаем жесткий вывод. Если не произойдет выравнивание в военных способностях, возможностях ВСУ и ВСР, благодаря приобретению ВСУ дальнобойных ракет и их возможному использованию по военным объектам на территории России, то Украина победить не может. Два года спустя, после статьи Залужного и Забродского, эту несложную мысль, несложную, но исключительно важную, наконец восприняло руководство Украины и впервые включило ее в свой план действий. В план выравнивания военных возможностей ВСУ и ВСР, целью которого является приближение к паритету, к военному паритету между ВСУ и ВСР, а в конечном счете к выравниванию возможностей ВСУ и ВСР. Вы понимаете, какая паника поднялась в Белом доме, в Вашингтоне, при знакомстве с этим планом. Сама идея выравнивания военных паритетов, достижения военного паритета между ВСУ и ВСР. Но кроме этой очень серьезной проблемы, в Вашингтонском обкоме еще большая паника поднялась относительно проблемы, которую можно назвать стратегической. Возможные последствия ее оказались для Вашингтонского обкома еще страшнее. Дело в том, что Зеленский осмелился произнести непроизносимое, запретное. Он заявил о совершенно неприемлемой ни для Байдена, ни для Харрис цели, о предоставлении своего плана Трампу. Это означало бы, что Зеленский должен был бы встретиться с Трампом и вместе с ним обсуждать вопросы войны и противодействия Путину. В политическом и пропагандистском плане такая перспектива казалась для Белого дома катастрофой. Независимо от того, как бы прошла такая встреча, кто бы что сказал, сама эта встреча самим фактом своего проведения означала бы мощнейший удар по четырехлетней дезинформационной кампании демопартии против Трампа. Той самой, центром которой является утверждение, что Трамп является марионеткой Путина, действующей против Украины. В политическом плане этот удар, естественно, представлял собой страшнейший удар при определенных обстоятельствах, могущий привести к политическому поражению кандидата демопартии на выборах 5 ноября. Такой крупнейший политический поворот незмеримых масштабов ни Байден, ни Харрис допустить не могли. Поэтому стратегический центр демопартии разработал и немедленно, и демопартия, и администрация немедленно приступил к осуществлению действий по недопущению реализации плана победы Зеленского в отношении двух этих проблем – очень серьезной проблемы и стратегической проблемы. Действие против очень серьезной проблемы можно назвать спецоперация «Малая диверсия». Целью ее являлось недопущение передачи украинцам разрешения на нанесение ударов дальнобойными ракетами по военным объектам на территории России. По нынешней информации, эта спецоперация состояла из шести основных шагов действий разделов. Первый. Узнав о появлении плана победы, администрация вызвала министра обороны Украины Рустема Умерова в Вашингтон с требованием привести список российских целей, предназначенных для нанесения украинских ударов. 30 августа Умеров передал этот список в Вашингтоне руководству администрации Байдена. На читателей список произвел необходимое впечатление. Несколькими днями спустя, и это второй шаг, Путин стал лихорадочно отводить военные части из мест, могущих попасть под потенциальные украинские удары. 3. 7 сентября свою трехходовочку, спецоперацию «Аномальный блеф», о которой у нас была специальная передача и видео, начал директор ЦРУ Бернс, выступивший в Лондоне шантажом мира, якобы готовностью Путина применить ядерное оружие. 4. 25 сентября Путин ответил на начало операции Бернса своим ходом – официальным заявлением об изменении ядерной доктрины России. 5. На следующий день, 26 сентября, когда Зеленский уже физически находился в Соединенных Штатах, Бернс ответил третьим ходом своей трехходовочки – сливом из разведки, якобы обнаруженной им связи между разрешением украинцам на нанесение ударами дальнобойных ракет и возможным, вероятным, неизбежным ядерным ответом Путина. Ну и наконец, шестое, спецоперацию «Малая диверсия» завершил Байден, встретив Зеленского в Белом доме и сообщив ему, что он, Байден, не может дать украинцам разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам на территории России. Таким образом, желание, требование, просьба украинцев получить это разрешение на удары дальнобойными ракетами – все это было похоронено, ну, по крайней мере, на некоторое время. На какое? На время, необходимое Путину для полного отведения его аэродромов, складов, всех других военных объектов на безопасное расстояние от возможных украинских ударов. Таким образом, «Малая диверсия», спецоперация «Малая диверсия», как и немало другого, чем занимались и чем занимаются Бернс и Путин в рамках своей, тут цитирую уже лично Путина, кавычки «многолетней совместной работы» удалась. Что касается большой диверсии, то успех ее сулил гораздо более важные последствия непосредственно для администрации Байдена Харриса. Цель этой операции «Большая диверсия» была простой – недопущение встречи Зеленского и Трампа. Расчет был сделан на известные особенности, психологические особенности обоих политиков. В качестве первого шага Зеленскому подослали журналистов левацкого журнала «Нью-Йоркер», которые, зная личной слабости Зеленского, успешно спровоцировали того на комментарии по прокандидатам в вице-президенты США Вэнса и кандидаты в президенты Трампа. Ну, в общем, без больших усилий, них это удалось. Цитирую цитаты Зеленского в этом интервью. Джи Ди Вэнс слишком радикален. Вэнс выступил с планом отдать наши территории. Я не воспринимаю славу Вэнса всерьез. Пусть мистер Вэнс почитает историю Второй мировой войны о Трампе. Трамп делает политические заявления в своей предвыборной кампании. Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает как. Через несколько дней, выступая уже в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Зеленский сделал совершенно неприемлемое для руководителя государства заявление. Цитирую. Возможно, кто-то хочет получить Нобелевскую премию за свою политическую биографию, за замороженное перемирие вместо настоящего мира. Но единственные призы, которые Путин даст на вам взамен, это еще больше страдания и катастрофы. Прямым текстом намекая якобы на позицию Трампа. Тот, кто вставлял соответствующие слова в выступление Зеленского в его речи в Генассамблении ООН, являлся этот человек, находящимся в украинском посольстве в Вашингтоне, или в украинском МИДе, или в офисе президента, отдавал себе отчет в том, что тем самым Зеленский будет наносить, нанесет глубокое личное оскорбление Трампу, что вызовет естественную реакцию того. Поскольку чего-чего, но Трамп никогда не стремился к Нобелевской премии и понимал, что Нобелевская премия, данная Обаме ни за что в начале президентского срока того, никогда не будет дана этим Нобелевским комитетом в нынешних обстоятельствах тому человеку, который действительно остановил войны и не допустил начала новых. Тому самому Трампу, который четыре года защищал Украину от путинского вторжения, широкомасштабного, который ввел самые жесткие санкции против путинского режима, о котором постоянно вспоминает сам Путин. Тому самому Трампу, который направил американские корабли в Черное море, а американские самолеты отправил патрулировать воздушное пространство Украины, который дал Украине дживелины, которые помогли Украине выстоять в первые месяцы широкомасштабной агрессии, который действительно переживает за Украину и действует из абсолютно альтруистических соображений. Конечно, частный человек может говорить что угодно и кому угодно. За последствия от его слов несет ответственность сам он и платит цену сам он, но и его близкие. А вот за некорректные, ошибочные, оскорбительные высказывания президента страны в адрес зарубежных лидеров и в особенности тех, от действия которых зависит выживание своей собственной страны, расплачиваются жизнями украинские солдаты и офицеры на фронте, а украинские гражданские лица под российскими бомбами и снарядами и ракетами. Каждое оскорбление со стороны украинского президента, каждое хамство со стороны украинского посла – это диверсия против, прежде всего, украинцев, граждан собственной страны. И на этом фоне украинцам имеет смысл посмотреть, как себя ведет Нетаньяху. Сколько грязи, хамства, оскорблений, обвинений, подлости выплескивает и Байден, и Харрис, и вся американская администрация, и сотрудники на Нетаньяху. И что? Как отвечает на все это Бенджамин Нетаньяху? Он разве позволил себе хоть раз, хоть что-то отдаленное, подобное тому, что сделал Зеленский? Никогда и ничего подобного. Нетаньяху умный, жесткий и дисциплинированный. За его плечами стоит его небольшой десятимиллионный народ. Если он совершает ошибку, то за нее приходится расплачиваться жизнями собственных граждан. И потому он, сжав зубы, обливающего его помоями Байдена, регулярно благодарит за помощь и поддержку. Есть чему поучиться, если ты задумаешься о жизни своих сограждан. Возвращаемся к большой диверсии. Одним из важнейших ее элементов стал организованный совместно Вашингтонским обкомом и его верной служанкой послом Украины в Вашингтоне Маркаровой визит Зеленского в родной город Байдена в Крентон, в Пенсильвании, колеблющемся штате в рамках предстоящих президентских выборов. В окружении толпы демократов, естественно. Это, как известно, вызвало взрыв возмущения в республиканской партии с призывом более ни цента Украине ни при каких условиях и известным требованием спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно уволить Маркарову за нарушение американского законодательства. Казалось, что замыслу Вашингтонского обкома при осуществлении большой диверсии сопутствует успеху. Во-первых, Трамп нелицеприятно высказался о самом Зеленскому. Цитирую. Президент Украины находится в нашей стране. Он делает небольшие грязные заявления в адрес Вашего любимого президента, то есть меня. Я видел этого беднягу вчера в ООН. Он не понимал, что говорил. Но даже такие жесткие заявления стороны Трампа все-таки видна разница между тем, что говорил Трамп, сдержанная реакция и, прямо скажем, развязными заявлениями Зеленского и в Нью-Йорке, и на Генассамблее ООН. Ну, естественно, дежурная демократическая пропаганда продублировала и распространила, как само собой разумеющееся, грубые высказывания Зеленского. Ну, а в отношении Трампа запустила раздузнанную кампанию шлемования. Но на этом дело не остановилось. Джонсон отказался от встречи с Зеленским. Трамп отменил свою встречу с Зеленским. Джонсон потребовал увольнения посла Маркаровой с этого поста. Вашингтонский обком получил практически все, что ему было нужно. Громкий скандал и, казавшийся уже свершившимся, срыв встречи Зеленского и Трампа. Демо-СМИ заливались от восторга, шипения, улюлюкания, подтверждения своей главной пропагандистской линии. Мол, путинская марионетка Трамп наконец-то полностью разоблачила себя. К многомиллионному перемыванию реальных слов добавились незаметно для невнимательных слушателей и зрителей абсолютно лживые инсинуации, приписываемые Трампу о том, что он якобы отказывается от военной помощи Украине, о том, что он якобы выступает за территориальные вступки Украины Путину, о том, что он якобы сливает Украину, продает, сдает все это Путину. Несмотря, естественно, на то, что факты говорят о прямо противоположном, что именно благодаря Трампу Конгресс разблокировал 4-месячную блокаду военной помощи, предоставление военной помощи, какую осуществлял Байден и Харрис. Трамп спас Украину, но, конечно, никто не упоминает об этом. Все хвалят Байдена и Харрис за то, что они блокировали помощь Украине, а ругают за это, естественно, Трампа, который спас Украину. Несмотря на то, что именно Трамп, а не Байдена и Харрис провозгласили Крымскую декларацию, ни Байден, ни Харрис ничего подобного не делали. Несмотря на то, что именно Трампа на дебатах сказал, что путинские предложения по территориальному вступкам агрессору для него являются неприемлемыми, ни Байден, ни Харрис ничего подобного не говорили. Более того, ни в одном выступлении ни Байдена, ни Харрис, ни в одном официальном документе, под которым стоит подпись либо того, либо другой, нет единственного важнейшего требования для Украины – восстановление полной территориальной целостности Украины. За два с половиной года широкомасштабной агрессии, ни тот, ни другая, не поставили этого требования в ни в один документ. Естественно, о настоящих реальных позициях сторон демо-СМИ ничего не сообщали, не сообщают сейчас и никогда сообщать не будут. Ну, как бы то ни было, казалось, что цели большой диверсии почти уже достигнуты. Завершался день 26 сентября. Последний день довольно длительного, может быть, самого длительного к тому времени, визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки. На следующий день или в тот же ночь планировалось возвращение в Украину. И в этот момент, возможно, сам Зеленский, а возможно, кто-то из его команды попробовал подвести итоги этого беспрецедентного по длительности и пустоте визита в США. Видимо, кто-то задался вопросом, а каковы результаты этого визита? Что Зеленский увозил с собой и любой наблюдатель вдруг внезапно обнаруживал, что фактически ничего? Что Байден и Харрис дали Зеленскому? Зеленский привез в Вашингтон план победы из четырех-пяти пунктов. Принят ли он ли был, Байден и Харрис? Нет. Принят ли был хоть один из пунктов этого плана? Нет. Дали ли Байден и Харрис Украине ПВО? Нет. Разрешили ли Байден и Харрис использование дальнобойных ракет по территории России? Нет. Дали ли они новую военную помощь? Нет. Дали ли они гарантии безопасности Украине? Нет. Предоставили ли они членство в НАТО? Нет. Обеспечили ли они или дали хотя бы гарантии на предоставление инвестиций в военную промышленность? Нет. Поддержку операции в Курской области нет. Ни в одном выступлении, ни заявлении, ни Байда, ни Харрис, как уже было сказано, не было поддержки территориальной целостности Украины. Более того, официальный представитель Белого дома Кирби на последнем бритинге прямым текстом и сказал, что территориальные вопросы Украины это выбор самого Зеленского. Ему решать, какие части территории можно оставить. А журнал «Экономист», чрезвычайно сейчас близкий к демократической партии, опубликовал редакционную статью, в которой прямо обратился к Украине. Надо признавать территориальные реалии, полностью воспроизводя риторику Путину. Все-таки что-то Байден пообещал. Что он пообещал? Он не предоставил, он пообещал. Да, он предоставил одну установку «Патриот». Непонятно когда. Из той тысячи таких установок, которые находятся на складах Соединенных Штатов Америки. Когда они не будут поставлены, Байден не стал говорить. Он также пообещал подготовить 18 украинских пилотов. По два на один самолет, то есть 9 самолетов, 18 пилотов. Но это все в следующем году. Теперь что касается военной помощи. Коллеги могут задаться вопросом, подождите, а что же вы нам говорите, что никакой военной помощи, если все каналы только и говорят о 8 миллиардах долларов? Давайте посмотрим. Во-первых, они это не 8 миллиардов, а 7,9. Ну, разница небольшая, тем не менее. Главное не в этом. Главное в том, что это не Байден предоставил эту военную помощь. Эту военную помощь предоставил Конгресс Соединенных Штатов Америки еще в апреле этого года. В том самом биле на 61 миллиард. И вообще бы эту военную помощь давно можно было бы предоставить Украине. Она не была предоставлена. Не в апреле, не в мае, не в июне, не в июле, не в августе и не в сентябре. Вплоть до сегодняшнего дня. 30 сентября. В ней, в эту самую сумму, которая была провозглашена Байденом, вошли две части. Одна часть по каналу USAI, 2,4 миллиарда долларов. Эти средства поступили на счета Пентагона. И теперь Пентагон должен найти производителей, найти технологии, заключить договоры. И возможно через год, два, три, пять, семь военная продукция, произведенная по этим договорам, будет произведена и когда-то поставлена на территорию Украины. Это не сегодня и не завтра. Например, из 13 миллиардов долларов заказов, размещенных Пентагоном в 23-м году, в Украину поступила военной продукции, произведенных по этим заказам, на 81 миллион долларов. То есть это составило 0,6% от тех заказов, которые были размещены. Все остальное будет, если будет, произведено и поставлено позже. Поэтому эти 2,4 миллиарда долларов, это на будущее, отдаленное от сегодняшнего дня. Вторую же часть этой части, 5,5 миллиардов долларов, составляют средства, а точнее военная помощь, по каналу PDA. Но Байден не предоставил ее. Он пообещал предоставить ее. Точно так же он обещал предоставить в апреле этого года. Ту самую помощь, которую предоставил Конгресс Соединенных Штатов Америки. Байден пообещал ее предоставить до конца своей каденции. Не сейчас. И не тогда, когда ее можно было поставить в предшествующие 6 месяцев, когда действовал этот закон о 61 миллиарде долларов на 2024 фискальный год. Но есть маленькая деталь, прописанная в этом законе. Черным по белому и усиленная. Средства по каналу PDA должны быть предоставлены получателям, в данном случае Украине, до конца 2024 фискального года, до его истечения. А по его завершении эта военная помощь предоставлена получателям быть не может. Следовательно, исходя из текста закона, принятого Конгрессом Соединенных Штатов Америки в апреле этого года, эти самые 5,5 миллиардов долларов, оставшиеся от недоиспользованных средств, согласно букве ныне действующего закона, после 30 сентября Украине предоставлены быть не могут. Именно поэтому в последней неделе демократические СМИ распространяли пропаганду о том, как Байден борется за то, чтобы работать с Конгрессом относительно продления этих полномочий, после 30 сентября, после завершения этого фискального года. То есть и Белый дом, не говоря уже о Конгрессе Соединенных Штатов Америки, прекрасно понимает, что без соответствующего решения Конгресса эти средства не могут быть использованы на помощь Украине. Поэтому то, что мы видели пару дней тому назад с так называемыми 8 миллиардами долларов, являлось очередной гигантской пропагандистской акцией с нулевым объемом поставок военной помощи Украине здесь и сейчас. Соответственно выясняется, что по итогам этого визита Зеленский уезжал, должен был уехать из Соединенных Штатов Америки с пустыми руками, вообще без ничего. Такого визита у Зеленского не было никогда. Поэтому, возможно, от безысходности, возможно, от ощущения, что его обвели вокруг пальца, возможно, за то, что его заставили участвовать в избирательной кампании в США на стороне демократов в пользу Харрис, а за это вообще не дали ничего ни ему, ни Украине, Зеленский все-таки решил напоследок обратиться к Трампу, которого он только что оскорблял и унижал и в интервью Нью-Йоркеру, и с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, и самим фактом своей поездки в Байденовский скрентон, в Пенсильванию. После целого ряда грубых ошибок Зеленский, несмотря на свой характер, все же предпринял особые усилия, чтобы встретиться с Трампом. Что он сделал? Зеленский направил письмо Трампу с просьбой о встрече. Письмо было отправлено не через тотально дискредитировавшую себя посла Украины в США Маркарова, а через его главу ДИП-миссии Дениса Сеника. Зеленский извинился перед Трампом в том самом материале, который был в качестве твиттер размещен Трампом вечером 26 сентября. Цитирую перевод. «Дорогой Дональд, ты знаешь, я всегда говорю с большим уважением обо всем, что связано с тобой, и так и должно быть в будущем. На дипломатическом языке это является глубоким извинением за совершенные ошибки и обязательство не совершать их в будущем». Зеленский намеренно задержался в США на дополнительный день специально для встречи с Трампом. И Зеленский пришел на встречу к Трампу в его резиденцию Трамп Тауэр в Нью-Йорке. Трамп оценил усилия Зеленского и пошел ему на встречу. Встреча состоялась утром 27 сентября и продолжалась примерно 40 минут. До этого и по ее итогам обе стороны прокомментировали очень позитивно. Трамп при Зеленском повторил все то, что он говорил об Украине, о разрушениях городов, деревень, храмов, о гибели людей. Все то, что он говорил об Украине и за что его шельмовала демократическая пропагандистская пресса, присутствующий при этом Зеленский, не возражал и согласно кивал головой. Трамп задал ряд ключевых вопросов Зеленскому по ситуации в Украине, о военной помощи со стороны США, о причинах, почему Путин начал войну. Зеленский согласился с Трампом о том, что существуют две Украины и та Украина, которая была до начала ширкомасштабной агрессии, сейчас не существует. То, за что Трампа обвиняла демопропаганда и ее добровольные помощники на всех языках. Они также обсуждали возможность применения дальнобойного оружия. По итогам, Трамп назвал встречу фантастической, Зеленский очень содержательный. Но это, можно сказать, достаточно дежурные оценки встреч, хотя, пожалуй, характеристики оказались весьма позитивными. Зеленский пригласил Трампа в Украину. Трамп согласился. Самое главное, это три важнейших заявления, которые после этой встречи сделал Зеленский. И это главный результат от этой встречи. Во всем мире нет человека, в устах которого эти заявления могли бы прозвучать столь же весомо, как они прозвучали от Зеленского. Что он сказал? Первое. Внимательно слушаем. Цитата. Мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим. Конец цитаты. Тем самым Зеленский публично заявил, что никаких надежд ни на Байдена, ни на Харрис у него нет. Ни Байден, ни Харрис Путина остановить не могут. Никто никогда из политических деятелей, государственных деятелей так четко и внятно не делал такого совершенно очевидного заявления, которого уважаемые слушатели и зрители могли слышать от, в частности, меня, как минимум с марта 22-го года. Что произойдет после ноября точно неизвестно. Но в том случае, если появляется Трамп, то появляется шанс, появляется надежда. Не гарантия. Но шанс и надежда, те самые шансы надежда, которых ни Байден, ни Харрис не дают. В принципе. Второе, что сказал Зеленский. Зеленский сказал, цитата, я получил от Дональда Трампа очень прямое заявление, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину. Конец цитаты. Этим заявлением Зеленский отправил на помойку всю грязную кампанию дезинформации Демпартии и их подпевал. И в Украине, и в России, и в так называемой российской оппозиции о том, что якобы Трамп это путинская марионетка, что он против Украины, что он собирается ее слить, сдать, продать, отказаться от предоставления помощи, торговать ее с землями. Ну, весь этот мусор, который вы регулярно можете слышать. И, наконец, третье заявление Зеленского. Цитата. У нас с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен, и что одержать победу в нем должны украинцы, а не Путин. Конец цитаты. То есть, то, что знали, о чем говорили, продолжают говорить нормальные, объективные наблюдатели, эксперты, не отравленные демо-пропагандой, было воспроизведено не кем-то, а непосредственно самым заинтересованным человеком и самым строгим ценителем этого, президентом Украины. Со своей стороны Трамп продемонстрировал свою позицию, свое стремление и готовность быть с Украиной. Это позиция, не позиция Байдена и Харриса. У Байдена и Харриса позиция стороннего наблюдателя. Пусть, мол, Украина защищается от агрессора сама, а мы постоим в сторонке. Позиция Трампа другая, прямо противоположная. Я приду на помощь Украине, защищать ее людей, ее военных, ее гражданских, ее города, ее храмы, ее цивилизацию. Ни Путина, ни Кремль, ни Россию, ни российскую цивилизацию, Украину и украинцев. Свои встречи с Зеленским, своими обсуждениями с Зеленским и своим демонстративным рукопожатием Трамп по сути дела предложил Зеленскому коалицию. Коалицию самим собой. На своих условиях, со своими требованиями, со своими ограничениями, но коалицию. Ту самую коалицию, участие в которой Зеленскому отказывали и по-прежнему отказывают и Байден, и Харрис. А Трамп предложил. Трамп предложил эту коалицию Зеленскому, не Путину. Трамп встретился с Зеленским, не с Путиным. Трамп сказал, что он будет на стороне Украины, не России. У Украины впервые за два с половиной года широкомасштабной агрессии и за один след конвенциональной войны появляется, еще не появился, точнее, может появиться в ноябре, в том случае, если произойдут изменения. Впервые реальный партнер по настоящей коалиции. Это не простой партнер, нелегкий, своими взглядами, но настоящий партнер. Партнер, который может стать лидером важнейшей страны в современном мире. Протягивая первым Зеленскому руку накануне встречи в Трамп Тауэр, Трамп предложил Зеленскому возможность вступления в коалицию. Конечно, до 5 ноября Зеленский не может публично заявить, что он принял это предложение. Это очевидно. Но теперь у Зеленского впервые появляется шанс на другой вариант дальнейшего развития войны. Будет ли его страна по-прежнему истекать кровью, как это происходило в течение последних двух с половиной лет при Байдене и Харрисе без шанса не только на победу, но даже на возможность остановить Путина, как об этом Зеленский сказал. Шансов остановить Путина при Байдене и Харрисе нет. Или же появляется шанс на что-то другое. Детали этого другого мы сейчас не знаем. Может быть всех деталей не знает еще и сам Зеленский. Но по совершенно изменившемуся лицу Зеленского во время его интервью на канале Fox прямо сразу же после завершения встречи с Трампом можно смело сказать что это другое что-то другое это другой вариант о котором Зеленский что-то узнал и получил какую-то информацию Трампа это другой вариант развития войны его Зеленского точно не пугает и это один из важнейших результатов этой встречи. Итак за последний месяц с небольшим мы стали свидетелями проведения двух диверсий какую мы так назвали условно малой диверсии хотя конечно малой она не является относительно использования ядерного оружия точнее шантажа использованием ядерного оружия она пока закончилась временным успехом и мы видели вторую большую диверсию которая почти случайно провалилась значит ли это что восставившиеся до 5 ноября не будет попыток проведения новой диверсии против трампа против украины против свободы против цивилизации ну конечно же нет а конечно же они будут но наша задача состоит не в том чтобы поддаваться пропагандистским лживым компаниям и во след им втягиваться воронки пустопорожних обсуждений полезных идиотов покупающихся на дешевые разводки демо-партийных политехнологов и пропагандистов наша задача оперативно идентифицировать проводимой диверсии против нашего настоящего нашего настоящего и нашего будущего разоблачать их и делать все возможное для того чтобы сила зла какими бы влиятельными изощренными и лживыми они ни были не смогли бы одержать над нами победу всего вам доброго на днях вы были в округе Бакс штат Пенсильвания и я знаю что вы честовали тех людей которые осудили коммунизм и в то же время вы призывали людей в Америке поляков в Америке голосовать на выборах в США расскажите нам почему очевидно что Польша союзник Соединенных Штатов я хочу подчеркнуть надежный союзник Соединенных Штатов потому что наши солдаты сражались вместе с американскими солдатами в Ираке мы стояли на стороне американцев сразу после террористической атаки на Америку 11 сентября и мы были вместе в Афганистане польские солдаты погибли там сражаясь плечом к плечу с американскими солдатами и еще много очень трогательных историй в том числе когда американский солдат спас жизнь польскому солдату а тот погиб сам прикрыв его от пули проще говоря у нас есть и эти общие очень трогательные очень важные элементы прекрасного братства по оружию и поэтому я хотел бы чтобы Польша как надежный и добрый союзник Соединенных Штатов также имела поддержку в Соединенных Штатах я политик и знаю что политика прагматична в Соединенных Штатах проживает около 10 миллионов поляков на самом деле это так сказать электоральная ценность поэтому я убеждаю я говорю им послушайте каждый из вас кто может голосовать в Соединенных Штатах кто имеет право голоса я призываю вас пойти на выборы спасибо вам за это президент Трамп должен был быть с вами во время этого визита но он был отменен не могли бы вы рассказать нам почему я знаю что обсуждался вопрос о том чтобы присутствовать здесь в Соединенных Штатах на встрече но я также знаю что из-за ситуации с безопасностью после покушений на президента Дональда Трампа в последнее время секретная служба по соображениям безопасности не рекомендовала участвовать в этом мероприятии президент Трамп написал об этом в Твиттере и сказал что вы были его прекрасным другом и он очень высоко оценил вас вы поддерживаете президента Трампа прежде всего я президент Польши я смотрю на президента Дональда Трампа как на бывшего президента Соединенных Штатов президент Дональд Трамп понимает стратегическое значение нашей страны в Европе он понимает положение стран Центральной Европы стран Восточной Европы и я много раз обсуждал это с господином президентом Трампом мы прекрасно понимаем друг друга в этом вопросе и потом Польша получила от американских властей согласие на покупку истребителей F-35 сейчас наши пилоты получают эти самолеты из Соединенных Штатов чтобы использовать их для защиты нашего неба в Польше это очень важно для нас сегодня так что глядя с этой точки зрения я могу сказать что это был очень хороший период для Польши президентства Дональда Трампа мы договорились о многих вещах мы прекрасно сотрудничали с господином президентом и я могу сказать что да президент Дональд Трамп хотя он и ровесник моего отца является моим другом потому что мы прекрасно сотрудничали когда он занимал пост президента Соединенных Штатов я не могу сказать